Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно!» Приветствую, с вами Сид Рот. «Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным». Большинство верующих не знают об этом, но недавние выборы в президенты Лукавый хотел направить на то, чтобы разрушить судьбы многих из вас. Вы этого не знаете. Вы думаете, дьяволы что заботили голоса? Нет, его главная цель — это ваше сердце. Мы поговорим об этом в сегодняшней программе «Сегодня». Большинство из вас думает, что первое беззаконие в Библии было то, что Ева съела запретный плод. Но, Кинон, ты говоришь, что это не так. Нет, первое беззаконие в Библии — это прежде всего клевета. Клевета? Да, потому что Библия говорит, что сатана, змей, приблизился к Еве и поставил под вопрос репутацию Бога. Клевета — это нанесение вреда характеру или репутации кого-либо. Когда Еве была представлена возможность вкусить запретный плод, змей сказал ей «не умрешь». Иначе говоря, Бог сказал тебе неправду. Он говорил одно, а имел в виду другое. Ее сомнение и подозрение побудило ее ослушаться Божьей заповеди. Слово «сатана» — это еврейское слово «шатан». Означает оно «враг», но также оно означает «ломающий веру». То есть, когда действует клевета, страдает наша вера и доверие личности, о которой звучит клевета. И мы уже смотрим на эту личность совсем иначе. Именно это и произошло с Евой в саду. А и какие теперь после этого последствия? Ты серьезно считаешь, что как следствие верующий пожинает то, что ты назвал демонической троицей? И вообще, что такое демоническая троица? Я позже скажу. Объясни. Я верю, что клевета, слухи и обиды — это то, что я называю демонической троицей. Слухи, клевета и обиды. Давайте посмотрим на это вот с какой стороны. Представьте, что у человека вирус, который изнуряет его. К примеру, бактериальный менингит. Человек может носить этот вирус и даже не подозревать, что у него есть. Он носит его во рту. Когда кто-то высвобождает этот вирус или бактерию, то другой человек может заразиться. Вирус пройдет через кровь в мозг и убьет его. Я считаю, что сатана пытается заразить церковь обидами. Так он действует. И делает он это через клевету и через слухи. Я в своей жизни еще не видел, чтобы клевета и слухи становились нормой, как это было, к примеру, во время недавних президентских выборов. Еще ни разу в истории нашей страны такого не было. Происходило разделение в семьях. Я никогда не видел такого разделения. Прежде ты включаешь новости, видишь весь этот поток лжи, негатива, и отвечаешь им тем же самым. Скажи мне, а как христианин может попасть в эту страшную ловушку? Все очень просто. С чего это Еве было рисковать всем из-за какой-то там беседы? Она бы не рискнула. Послушай, когда мы говорим о змее и о том, как он разговаривал с Евой, слово «змей» на самом деле означает «ворожба». То есть, когда Ева слушала змея, она оказалась под заклятием. То же происходит сейчас с миллионами христиан. Они буквально находятся под сатанинским влиянием. Люди не признают, что клевета на самом деле является формой колдовства. Я расскажу вам почему. Слово «колдовство» в Новом Завете — это слово «фармакия». Отсюда наше слово «фармацевтика». Незаконные наркотики, которые извращают сознание человека. Лекарства, которые манипулируют и контролируют людей. В наших церквях и в наших школах полно таких фармацевтов, которые своими словами отравляют других людей и вводят их под заклятие, извращая при этом их сознание так, что они даже не понимают, что делают, не понимают, что они говорят. Эти люди отравляют мышление, сознание других людей. Я всегда спрашиваю людей, кто шепчет вам в ухо, кого вы слушаете. Но то, что человек слышит, это действительно влияет на него? Большинство людей считают, что это не вредит? Нет, то, что мы слышим, влияет абсолютно на все. Во-первых, то, что мы слышим, влияет на то, что мы видим. Когда я бы услышала эти слова, она по-другому начала смотреть на то дерево. Когда я что-то слышу, это влияет на мою способность видеть все в ясном свете. А как это может повлиять на нашу судьбу? Это может привести судьбу к стагнациям. Такой пример. Бог послал мне видение. Я видел видение, в котором двое верующих людей разговаривали за стенами церкви. Когда они разговаривали друг с другом, у каждого на плече был демон. Эти бесы шептали им в уши ложь. Сид, они даже не задавались вопросом, правда это или нет. И когда они начали слушать то, что им шепчет в ухо, они начали по-другому смотреть друг на друга. Их лица изменились. И потом произошло нечто странное. Хочешь знать, что я увидел дальше? Эти бесы начали изрыгать на них. Их лица покрылись противной жижей. Я спросил Бога, а что это? Он сказал, это клевета, слухи и обиды. Все это приходит из преисподней. Сказал, что если я скажу людям, что клевета и обиды – это материал сатаны, с помощью которого он засоряет духовную жизнь христиан и удерживает их от исполнения их предназначения. Это буквально удерживает вас от осознания своей цели в жизни и преждевременно абортирует ваше предназначение в жизни. Это все очень серьезно. С Евой тоже произошло нечто очень серьезное. А что насчет болезни? Может это повлиять на наше здоровье? Служа людям, я пытался понять, почему некоторые не исцеляются. И Бог сказал мне, ты не с тем пытаешься разобраться. Ты не замечаешь слона в комнате. Я начал молиться за людей, которых оклеветали, обидели, ранили. Затем я сделал призыв к покаянию. Вышла одна женщина, тело которой было поражено ревматоидным артритом. Впоследствии мы выяснили, что эта женщина пережила страшный развод. Ее муж наговорил на нее кучу гадостей. Она затаила горькую обиду по отношению к нему, и в результате это повлияло на ее здоровье. Когда я повел ее в молитве, чтобы она отпустила все обиды, Бог исцелил ее. Она сказала, Боже, освободи меня во имя Иисуса, и тогда я отпущу его. Тогда Бог исцелил ее. Она стала кричать, я исцелена, я свободна. Она пошла к врачу, и они больше не обнаружили никакого ревматизма в ее теле. Поэтому то, что мы принимаем в наши сердца, имеет огромные последствия. Я думаю, что многие из вас не могут себя контролировать. Я порой тоже выхожу из себя, когда смотрю телевизионные новости. Я вижу то, что творится, и во мне поднимается. Гнев. Но все же существует вакцина, и когда вы примете эту вакцину, вы можете контролировать себя, и можете ходить в Божьих обетованиях. Когда мы вернемся в студию, мы поговорим об этой вакцине, и еще вы сможете ее принять внутрь себя. Это сверхъестественно. ISN — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение ISN сегодня. Это сверхъестественно. Кинан, ты приводишь аналогию, которая действительно проливает свет на обиду. Расскажи, пожалуйста, о темной аллее. Хорошо, представьте, вы идете по темной аллее. Я помню, однажды я был в Африке, и мы шли в кромешной тьме. Не было ни электричества, ни генераторов, и когда ты идешь по этой темной тропе, ты не видишь, на что можешь наступить. И в том конкретном случае под ногами оказалась черная гадюка. Я ее даже не видел. Человек, идущий сзади, наступил на нее. Я думаю, что многие люди спотыкаются во тьме. Это можно сравнить с обидой. Библия называет это камнем преткновения или сети. Слово обида означает то, что заставляет нас попасть в сети, споткнуться. Миллионы верующих не знают, почему они притыкаются. Они задаются вопросом, почему я не исцелен, почему у меня нет радости, я еще не исполняю свое предназначение. Они уже 20 лет как спасены, но еще не осуществляли свое призвание. Они буквально ходят в потьмах и не знают, где приткнуться. Библия говорит, что ненавидящий брата ходит во тьме. Он не видит, куда идет. Именно этого и добивается враг. Он хочет, чтобы мы ходили во тьме, чтобы мы не видели цели, не видели, куда идем. Есть убийца, цель которого — нас погубить. Но не осознавая этого, мы позволяем этому убийце использовать нас. Мы буквально отдаем ему власть из своих рук. Бог дал мне такую аналогию. Сатана давно оставил церковь, но он нанял наемных убийц продолжать его дело. Кто эти наемные убийцы? Я знаю, это прозвучит страшно для некоторых, но это верующие люди, которые любят Бога. Они искренне в своем хождении, но в своем невидении они убивают других людей в церкви, в своих домах и на своих работах. Они даже не осознают, что работают на врага. Но вот что я хочу сделать. Я хотел бы освободить вас от этого контракта. Вы уволены. Вы больше не работаете на врага. Вы работаете на царя царей и господа господствующих. Не на обвинителя братьев, но на целителя народов. Существует ли некая вакцина? Потому что если да, я хочу ее принять. Я немного вакцин признаю. На это есть причины, но вакцину от этого вируса я бы принял. Такая вакцина существует. И вот что мы должны делать. Во-первых, мы должны простить. Бог простил нас. Библия говорит, что Бог простил нас ради Христа. Никто из нас не заслуживает прощения. Поэтому это и называется прощением. И мы должны прощать людей, даже тех, кто не признает свою неправоту. Вот почему прощение нужно не им. Оно нужно нам. Потому что именно вы, когда простите, сможете испытать свободу. И перестать сплетничать. Это нужно вам, а не им. Это то, что губит людей. Это работает с обеих сторон. С обеих. И мы должны покаяться. Это и есть вакцина. Мы меняем свое мышление. Что если бы люди поняли, что всякий раз, когда ты что-то говоришь о ком-то, ты вонзаешь кинжал в сердце этому человеку. Многие люди почувствовали бы обличение в массовом убийстве. Потому что наши слова как мечи. Писание говорит слова наушника, как меч. Они входят во внутренность чрева. Сид, я хотел бы, чтобы мы увидели всю картину того, что происходит. Сатана единственный, кто получает пользу от наших обвинений. Нам от этого пользы нет. Отдай мне еще один ключ к этой вакцине. Мы должны избегать. То есть избегать? Да, именно, избегать. А избегать чего? Избегать демонических разговоров, которые не прославляют Бога, которые разделяют. Послание Римлянам, 16 глава, 17 стих. Остерегайтесь производящих разделений и соблазны. Уклоняйтесь от них. Я не призываю вас отрезать ваших друзей от общения с вами, но я призываю вас занять позицию. Если вы осознаете, что то, что вы услышали или что сказали, влияет на всю вашу судьбу, то вы будете очень осторожны к тому, что исходит из ваших уст. Это крайне важно. От этого зависит судьба. Когда мы вернемся, я попрошу Кинана рассказать правдивую историю о молодом человеке, который пытался убить женщину и попал в тюрьму. Но то, что потом случилось, просто невероятно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Из-за экономики, здоровья и закона мы потеряли право выкупить свой дом. Во время просмотра программы Пол Магуайр посмотрел прямо в камеру и провозгласил, что очень скоро ваши зрители переживут сверхъестественное событие. Нас поразило это заявление и это обещание, нас обнадежило. Через 30 минут после пророческого слова Пола Магуайра нам позвонили из банка, сказав, что нам не только одобрили поправки взайме, но также банк снизил общую стоимость, больше чем на 350 тысяч долларов. Мы тут же прославили Бога за это потрясающее чудо. С любовью, Ваши Елена и Майкл Смит. Если Бог коснулся Вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. «Это сверхъестественно». Молодой афроамериканский парнишка попытался убить престарелую белую женщину. «Это было ужасно. Кинан, расскажи, что там произошло». Это очень мощная история. Этот мальчишка вырос без отца, он был, так сказать, гроза улиц. Он начал жить преступной жизнью, грабить, воровать, заниматься бандитизмом. Он схватил женщину и серьезно ранил ее. За это он сел в тюрьму. Удивительная часть этой истории в том, какой была реакция этой женщины. Она простила его, и это еще не все. Она начала писать ему письма в тюрьму. Она благословляла его и писала, «Ты можешь начать жизнь с чистого листа и иметь лучшую жизнь». И вот потрясающее продолжение. Когда его освободили из тюрьмы, они впервые встретились и обняли друг друга. Он сказал, «Вы изменили мою жизнь». Когда вы написали, что простили меня, я осознал, что это был не я настоящий. Не такую судьбу хочет для меня. У него есть цель для моей жизни. Сейчас этот парень вернулся к жизни, чтобы творить великие дела. А теперь представьте, что бы было, если бы она его не простила. Я, конечно, не говорю, что прощать вообще-то легко. Если бы не простила, он вернулся бы к еще худшим делам. Да, он находился в темнице, ее не прощение. Когда мы держим на кого-то обиду, мы держим их в заложниках. А мы не должны быть тюремщиками. То есть мы рядом с ними, пока они в тюрьме. Никто из нас не свободен. Мы все в тюрьме. Да, все там. Пора освободиться от этого, когда вы осознаете последствия того, что произошло в результате небиблейского поведения с вашей стороны. Как ты сказал всем верующим, каждой церкви, абсолютно каждой, нужен отдел интенсивной терапии. Да, интенсивная терапия. Такой отдел есть в каждой больнице. Туда попадают люди с самыми серьезными травмами. Их обслуживают люди, которые специализируются на самых серьезных случаях. Это, по сути, отдельная часть каждой клиники. Каждой церкви, каждой семье, каждому верующему. Нужен отдел интенсивной терапии. Нам нужно понять, что люди нас обижают в основном, потому что сами они обижены. Если ты ранен, то ты склонен нападать. Если тебя ранили, то ты склонен ранить других. Для этого нужна интенсивная терапия, где люди получали бы исцеление. Даже сейчас, Сид, нас смотрят люди, и некоторые из них разуверились в церкви, в своей семье. Они чувствуют себя разбитыми, думают, что никто им уже не поможет. Но я хочу, чтобы вы поняли, что Дух Святой является главой отдела интенсивной терапии. Он может исцелить самого израненного человека. Он способен восстановить самых разбитых. Он может буквально реабилитировать тех, кто упал, если только мы ему позволим. У тебя есть термин «место благодати». Объясни. Мы верующие должны дать место благодати. Не нужно автоматически делать умозаключение о ком-то. Не стоит сразу же принимать то, что о нем говорят другие. Правда в том, что мы не знаем всех фактов, только одна личность имеет все факты о человеке, и это Бог. Да? Расскажи историю о мудром дедушке. Мне понравилось, когда ты говорил об этом. О мудром дедушке, да. Я очень люблю эту историю. Девочки рисовали карандашами, и одна из девочек сломала карандаш попалом. Она говорит дедушке, дедушка, я так расстроена, я сломала карандаш. Он берет ее карандаш. Ее дедушка очень мудрый. Берет половинку карандаша и рисует. Он говорит внучке, милая. Даже сломанный карандаш может рисовать. Есть люди. Я хочу сейчас обратиться к нашим зрителям. Некоторые из вас сломаны и разбиты. Вас ранили в церкви, ранили в семье, ранили власти. Но вы должны знать, вы не испорченный материал. Сломанные карандаши все еще могут рисовать. Это их природа. Мы забываем о том, что он горшечник. Разве не может горшечник исцелить глину? Взять и восстановить ее. Он также восстановит вашу жизнь. Разве не может он восстановить глину и сделать вас тем, кем он хочет вас видеть? Примите его прямо сейчас. Иисус задал очень глубокий вопрос. Хочешь ли ты исцелиться? Прокомментируй мне этот вопрос. Я консультирую многих людей. Очень многие из них изранены. И дело в том, что в этом состоянии разбитости мы не осознаем, что Бог не хочет, чтобы мы в нем оставались. Когда Иисус пришел в купальню Вефезда, в место для исцеления, где все ожидали момента войти в воду, этот человек находился там уже 38 лет. Иисус задает ему вопрос. Хочешь ли быть здоров? Следующие его слова были очень сильными. «Встань, возьми постель твою и ходи». Я верю, что наступило время, чтобы люди восстали из своей боли, вышли из состояния обиды, взяли постель и начали двигаться к своей цели. Это то, к чему Бог призывает нас в этот час. Я хочу, чтобы ты уполномочил людей на это. Я знаю, что многие из вас слышат это и говорят. Я понимаю, что ты говоришь, я знаю это по Писанию, но пойми, я не могу. Я слишком ранен, меня очень обидели. Вы знаете, меня тоже ранили, меня тоже обидели, даже когда я уже стал пастором. Однажды я сидел в своей комнате, и Господь Иисус вошел в мою комнату, возложил руки свои на мое сердце и дал мне новое сердце. Он даровал мне новое сострадание к людям. Я верю, что Он хочет сделать это с вами сейчас. Протяните ваши руки. Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю, что всякий, кто смотрит меня сейчас и слышит мой голос, примет исцеление, которое ты хочешь, чтобы они испытали. И я даю вам полномочия встать, взять постель свою и идти. Вы не останетесь в постели обиды. Вы не останетесь в своих скорбях и в месте стагнации. Вы встанете сегодня, чтобы исполнить свою цель раз и навсегда во имя Иисуса Христа. Теперь вы знаете истину. Я говорю вам, что истина сделала вас свободными. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. ИСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. ИСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение ИСН сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Моя гостья утверждает, что завеса между небом и землей становится все тоньше. Поэтому мы слышим от многих людей, что они побывали на небесах. Многие люди видят невидимый мир, они видят ангелов, но она говорит, что может научить вас видеть невидимую реальность. Я уверен, вам это интересно. Мне тоже это очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!